О, дивный новый мир, в котором выигрывают старые герои. Мы там с вами зачем-то ждем патчи и ждем, когда мета сменится. А в итоге все возвращается на круги своя. И все новое, хорошо забытое, старое. Ну а как может быть иначе с игрой, которая уже бог знает сколько лет существует? Вот у нас и фениксы снова в драфтах начинают появляться. Да и вообще хорошие герои стали к нам загуливать почаще. Под конец второго таки дня лиги североамериканского региона. И вот сейчас у нас с вами заключительная карта между такими двумя замечательными командами. Одна из которых уже драфты нащупала ко второй карте. Другая, я уже не помню, как первая карта была выиграна. А, там был Бристлбэкс в Рейс Кингом. Да, тоже было против. Там был Жир. Жир. То есть у одних есть Жир, у других есть... ОД. ОД. Который контрит Жир. Да, значит снова без Жира, зато с инвокером. А что, почему? Он скелится. Вешаешь колдснап в лейте. Допустим, нет БКБ. Допустим. Там герои просто не уходят из стана. Там колдснап, колдснап, колдснап. Ну, замахшины, естественно. Аллакрити. Даем кору. Кому, допустим, фантомочки. Представьте, фантомка с Аллакрити. Ну, как вариант. Можно и ВК, можно кому угодно. И она уже бьет в полтора раза больнее. Вот, очень хороший герой для этого региона, потому что он себя как раз раскрывает, Дмитрий, к 50-й минуте. А лучше к 60-й. Форс спирит. Тоже больно бьет. Да, да, неплохо. Хорошо. Следовательно, я могу продолжить? Там 10 скиллов, в принципе, можно... И все полезные. Ну, давайте, да, давайте составим полное портфолио скиллов. Ну, хорошо, давай так. Вот просто идеальный расклад. Врейс Кинг бегает в вайс воле. Ничего не может сделать. Еще и в шарковом в вайс воле. Потом колдснап его убьют постоянно, да. Потом инвокер его отталкивает, дает ему сам страх. В принципе, он соло его может размотать, потом нажимает на рефрешер и еще раз размотает соло. Два раза. Дважды. Супер. Как и надо с Врейс Кингом. Получается хорошо. Да. А то и трижды. Да, поэтому... Чутка Врейс Кинг переоценен. Он простой, но его можно убить. Ну и хорошо. Да. Пожил ты замечательный герой у нас с вами. Один день, одну карту и ладно. Два дня. Он и вчера еще жил. Ну да, да. Я просто не ассоциирую регионы друг с другом. Они, может быть, и похожи. Нет, для меня они... Ну, я понимаю. Похожи. Я понимаю, я понимаю. Они очень похожи. Учитывая, что там CCNC и компания просто спокойно с одного региона выезжали в другой, играли там и там. Ну, как бы, ну, все было нормально. И так сойдет, как говорится, в простонародье. Так вот, мы как раз в первый день на Северной Америке в аналитике стояли. Я пока ехал в тот день в студию, слушал подкаст с одним из игроков команды FOS Zoomers. Это одна из команд Северной Америки. Он рассказывал о том, что очень много праков играют ребята из Северной Америки с ребятами из Южи. Ну, вот, видишь. Постоянно просто. Ну, да. И он это аргументировал тем, что мы, во-первых, играем эти праки не для того, чтобы начать лучше играть, а для того, чтобы протестировать идеи. А делать это можно с командой не из своего региона, чтобы своему региону страты не палить. Видите, Дмитрий. Такие там слова звучали. Да, да. Интересно. Нага. Северная Америка, Южная Америка. Спина к спине, как говорится. Не то, что как ребята из Европы играют между собой и каблупленные знают друг друга. Один Климент просто не играет скримы в принципе, тестит что-то в пабе сам с собой или на каких-то тест-модах и потом выезжает. Нормально. Что Климент знает. Огр. Вот теперь Фантомка и все в ней. И Магнуса. И Магнуса. Ну а Кермит, Магнус сложный, Огр Маг в пятерочку. Какой страх. Прикинь, какая Фантомка забафанная. Да, она прыгает и вот до ее прячет и все. Пожалуйста, делайте Огр Маг третий трешкой. Трешкой? Не, юзелес. Не, Огр Маг на самом деле... Это что, фетиш? Расфармленный? Расфармленный. Очень сильный. Просто это сферок Огр Маг. А, ну да. Ты просто не знаешь. Не, а расфармленный он суперсильный. Он очень много дизайблова дает. И он как бы в стол закрывает персонажей. Ты просто, он напрыгивает на суппорта? Даже не надо напрыгивать, просто линза. Линза огоним. И все, и он умирает. Это если прокает мультикаст. А мультикаст прокает, там 60%. На двойной. Ну, у Серега прокает. Железно. Я просто, я раз пять, наверное, Огр Магом, когда играл. О, появился, брат. Я раз пять кинул мультикаст, он вообще ни разу не прокал. Он такой, ну ладно. Так надо было не мультикаст. РНЖ, РНЖ, класс, это не мое, это вот Сережа. Сережина РНЖ и Чара хорошо играют. Ну, странно на самом деле. 60% не вылетел ни разу. Не, бывает так. У нас, я помню, брат Рум три раза подряд дал баш. И там вероятность, когда подсчитывали люди, она была просто какая-то космическая. Там, космически низкая. Ну, что там, да. 0.17 на 0.17 на 0.17. Ну, вот. И тоже странно, как бы. Три баша подряд. Пять раз подряд у Гармага нет мультикаста, это тоже, как бы, космическая, мне кажется. Да, такое бывает. Цифра. Такое ощущение. О, его банили, наконец-то он ворвался. Да. То же самое Ликантроп. И он очень хорош. Вот его не банили, точнее, его банили, а там, по сути, это варианты, в которых он был хороший, их было мало. А сейчас вот, наоборот, он появился, и он слишком крут против Ликантропа. Как ему Гармаг сейчас кабину разобьет на лейне? Как же он разобьет кабину Ликантропу? Самманы бегут, а он такой, бах, щитом. По всем. А еще, если ластил, еще и отхилятся. А еще арену поставят, Ликантроп вообще никуда не побежит или не убежит. Идеально. Идеальный герой. Вообще скучно доту смотреть на early game, да? Надо смотреть сразу шестислотовую. Хорошо. Вообще, да. Вообще-то, кстати, в Старкрафте, вы же знаете, Дмитрий, была какая фишка? Какая? Ну, сначала... Сразу ресурсы были? Да, был опенинг того, что было 4 раба у всех, и они там все это доводили до 8-12 рабов. А потом они поняли, что на это, черт возьми, смотреть скучно каждый раз, в каждом турнире. И они сразу людям дали большое количество рабов. Там с 4-х то ли до 8-ми, то ли до 12-ми. Ой, как долго такая идея просуществовала? Очень долго. И вот сейчас очень много идей можно закинуть доту. И этими идеями нужно пользоваться, пока я жив, пока Серёж жив, пока мы живы, и мы эти идеи даем. Но, к сожалению, этими идеями пользуются только Близзарды. Почему? Я не знаю. Да, да. Ну вот у Близзарда уже сейчас новости были, что там акции до какого-то рекордного уровня поднялись. Вот, всё нормально, компания восстаёт из пепла. Что-то можно купить за 499? В Батлнете? Такие акции? Да. В общем, что это за сообщение, рассказываю вам. Мы тут с коллегами стояли, когда только драфты начались. Мне наш глубоко уважаемый режиссёр, автор этого сообщения, в ухо эту информацию практически таким же текстом сказал. Я решил оставить её без внимания, но он своего добился, теперь вы знаете всё. Знаете, всё это наша профессия, Дмитрий. Всё необходимое. Да, поэтому мне такую информацию сообщает режиссёр. Всё самое важное. Самое важное. Сейчас посмотрим, как он будет исполнять этот инвокер. Пусть работает, пусть хоть что-то полезное сделает. Я его не боюсь, что... Да, конечно, ты мимо пройдёшь. Короче, такие североамериканские OG, что они не боятся этого инвокера, прям сразу брать. Там, типа, местный Топсон есть. Местный? Да, и он сразу инвокера забирает и разматывает там потом, да, где-то в мидгейме, хоть и проседает на лайне очень сильно на своём инвокере. Ну что, местный Топсон, инвокер через Этериал? Ну давай. Поехали. Кстати, неплохая идея. Если есть мало блинкёров, вот через Этериал, Этериал и Метеорит прям всё. Как бы герой умер. Колснапчиком. Ну да. Там очень больно будет. И с онстратчиком. И всё это, естественно, у вас в Вайс Воле происходит, да? Конечно, конечно. Где Фордж ещё бьёшь. А за ним стоит Угромак и эти мультикасты выдаёт? Да, да, да. Не, выдаёт. Не, 4Х выдаёт. Ну всё, игра пройдена? Тогда слишком простой уровень был. Ну сейчас будет посложнее, Кор появится. Ну давай посмотрим, какой. Медведь. Медведь. Самая, как сказать, не знаю, самая противная играть Медведем. Я тебе сразу ответка против Медведя. Против инвокера, который стоит сзади. Медведя будет весёлая игра, доберись до инвокера. Против Ликантропа, который убегает. Не, ну с Ликантропом ещё плюс. Ты знаешь, если Ликантроп к тебе не подбежал, как бы он тебя не бьёт, ты его не бьёшь. Есть хоть какая-то радость. А вот инвокер стоит сзади, накастовывает. Ух, это будет битва. Битва... Я не знаю, приведите аналогию Дмитрия. У меня на уме только одна... Ближника и дальника, не знаю, мне ничего в голову не приходит. А, ну хорошо, Лучника против Мечника. Лучника красивый, Дмитрий. Пойдёт. Ваша фантазия на уровне. Благодарю вас. Так, ну посмотрим, что нафантазировали наши друзья из GGBet. Перед началом заключительной карты. Я на Вайпера и вот этих ребят. Да, я тоже на... Я на этого, на Инвокер. На этих. А мы, ну не мы, а наши друзья. 1-6 на Black and Yellow. 2-25 на Five Man Midas. Победитель в матче. Судьба этого матча вот на этой карте прямо сейчас решится. Слово комментаторам, друзья. Заканчиваем с очередным днём Северной Америки. Ну такие метовые у нас каточки. Тут Ликантроп присутствует. И ОД. И Инвокера решили забрать. На самом деле Инвокер тоже появляется в последнее время. Достаточно часто. Но здесь ещё и Сигнатурка. Как нам сообщили из надёжных источников. Посмотрим, как он на этой Сигнатурке сыграет. Шторм Сигнатурный от Рео зашёл очень хорошо. Вытащил катку. Здесь всё зависит от Инвокера. Ну и Медведь. Медведю действительно будет очень сложно. Потому что с одной стороны есть Вайпер. Это первый момент, который неприятен Медведю. С другой стороны опять же Инвокер. До него сложно добраться. Ну и Ликан. То есть да, Ликан тебя не бьёт, если не подбегает. Но его сам он это бьёт. То есть они тоже замедляют. И для Урса это тоже большая проблема. Это действительно так. Ну что ж, посмотрим, как у нас с этим справиться, ребята. Потому что катка такая у нас здесь может быть тоже достаточно потная. Всё-таки пока видим то, что эти команды плюс-минус равны. И поэтому борьба происходит соответствующая. Даже на первой карте, по сути, достаточно долго у нас была равная катка. Ну как-то вот именно на бумаге равная. Да, и здесь всё очень может стремительно закончиться. То есть сколько бы игра ни длилась, буквально одна драка, и может всё моментально завершиться. Особенно для Радиент. Потому что удар Ликантроп. А Ликантроп — это герой, который очень быстро съедает здание. И до этого как раз проблемы с этим были. И с той и с другой стороны. У нас там были какие-то герои типа там ВК, Сларка, которые набирают со временем свой Нетворс. И тоже хорошо ломают здание. Но ВК ходил через Медас Радиент. Сларк, естественно, ему очень много нужно для этого. А Ликан, он буквально первым артефактом уже съедает ТВРа. У Радиент с этим похуже, конечно. У них прям такого нет героя, который круто ТВРа ломает. Ну, может быть, всё в совокупности получится хорошо. ОД с Метеором. Если, кстати, это будет ОД с Метеором, потому что мы видим, что это ОД в Мид, а не ОД в Сложную. Да, это уже не самое типичное решение для этого патча. И знаешь, даже с Ликантропом, по-моему, Evil Genius'ов успели показать нам. Папоньки. Тут действительно проблемы некоторые есть, потому что стрелу не словить нереально. Он зажался сам между двумя деревьями. И возник такой вот конфуз у него. Отдают ФБ Инвокеру именно очень... ОД именно очень правильное решение. Да, вот нулик себе какой-то позволит. Хотя, судя по тому, что я вижу в его квик... Ну, не в квикбайе, а уже в закупленном. Это корона. Значит, у него уже, вот видим, планы имеются достаточно чёткие. То же самое, Метеорхаммер. Ничего не будет менять в этом плане. Так вот, очень неплохо подействовал и Ликантроп-тройка, потому что всё-таки денег ему супермного не нужно, чтобы начать действительно ультимативно пушить. А ещё он собирает Аганим и делает кусить запачок. Да. Так, Марс пошёл воевать за руну, потому что к нему перетянулся ОД. Так, в итоге Ликан думает, что он сейчас всех переграет и уничтожит. Но в итоге Ликан не забирает ничего. Вайпер забирает одну. Но ситуация 3 в 1. Стрела залетает в Огро и великолепные каски от Джубея. В итоге он сейчас имеет все шансы уйти. У него сапог. Да, и Аэкстер его здесь не догонит. Ну что ж, вот и начало такое у нас получилось. Достаточно мясное, потому что прошлые катки отличались малым количеством фрагов в принципе за early game стадию. То есть там меньше, чем 1 фраг в минуту происходил. Но вот видим то, что тут такая линия у нас получилась. ОД против инвокера. Что то, что другое. А не не сказать, что у Супер такие вот крутые лейнеры-убийцы. И Рим немного придётся потратить роя, чтобы иметь шанс убить инвокера. Много левела ему для этого нужно. Посмотрим, как в итоге это будет выглядеть. Ну вообще да. На лейне не самый опасный персонаж. С той, с другой стороны. Но вот Миран делает АД несколько поопаснее. Всё-таки он там может как-то под стрелу что-то попытаться сделать. Да, комбайн на верочку тем более есть. Вот именно эта стрела под астрал. То, что мы сегодня уже видели. То есть это связка, которая рабочая. И скорее всего мы парочку таких героев будем видеть достаточно часто в этом патче. Ну или именно в этом регионе. Но я думаю, что другие тоже будут пользоваться. Всё-таки ОД как-то немножко поднялся в мете. Хотя винрейт его в паблике и оставляет желать лучшего. Ну сейчас каски могут неплохие залететь. Но не отскакивает должным образом. И Урса теряет очень много здоровья. Вынужден использовать фласку. Но это только начало. Вайперы будут дальше его грызть. Ну и здесь Ликантропа тоже бьют на самом деле. Ему тоже неприятно. Ну, Ликантроп, видимо, то, что стоит на не самой приятной линии. Тут тем более ещё имеется Мирана, которая просто с руки его подбивает. И приходится вот под тавром как-то зажиматься Ликантропу. Армора у него очень мало, поэтому тычки Мирана он чувствует крайне хорошо. Хорошо для Мирана. Ну и Огр Магана тоже гонять умудряется, мы видим. Ну да, Огр просто на себя внимание оттягивает. Ему, в общем-то, делать больше нечего. Ликан. Стрела мимо. Огр там блочит спот, видимо, чтобы... Да, там они поставили сентри, чтобы заблочить спот. Снесли при этом обсервер вражеский. И ещё раз Огр блочит, чтобы Мирана ничего не сделала. Так, здесь Курьер приходит с колечком. Хороший реген у Реои. Много брони. Инвокер его, конечно, не пробьёт на линии. Да, мы видим, что прям начало великолепное для ОД. И великолепное для Урса. Если сравнить Крипстат его и Лиса, то очень большие проблемы у Ликантропа именно сейчас имеют. Да, Ликана прям вообще не подпускают. В то время как Вайпер особо ничего сочу сделать, прям не может пока что. Пока по лейнинг-стадии Силы Света всё круто выходит. То есть видим то, что один раз был момент, когда могли Урсу убить, но в итоге их просто выбили из него регены. Сейчас он вроде себя нормально чувствует, и Вайпер плюётся своими лужами, но видим то, что их Урса не особо-то ощущает. Он просто имеет шанс побить Крипов вне них. Ну, сейчас, но Крипачку. Тут, конечно, Урса не может ничего сделать Вайперу. Казалось бы. Ой, её и стрела залетает в Ликана. Это Копьё очень хорошее было, судя по всему. И потом стрела, и в итоге забирают фраг ещё здесь. Да, у Ликана прям совсем тяжёлое начало, но он камбэкнуть может. Короче говоря, вроде вот Вайпер так наплёвывает в Урсу, но там один момент буквально. Урса прыгает, начинает грызть Вайпера, залетает Маледикт, залетает Каска, и уже под Маледиктом, под Фьюри с Вайпсами Вайпер разваливается. Поэтому монстру нельзя ошибаться ни в коем случае. Да, пока что Рейдиант громят у нас, и ничего не могут противопоставить. Да, Рейнвокер свою линию очень сильно проигрывает. Ликан тоже. Урса превосходит Вайпера. Прям все три линии залиты. Ещё и до этого забрали ФБ, ещё и забрали на одну баунти руну больше. Посмотрим, что будет на пятой минуте. Причём Ликан может уйти АФК фарм лес в случае чего, если бы Духус совсем нетерпимо будет на линии стоять. А вот Инвокеру камбэкать будет трудновато, ему придётся много времени потратить. Либо на фарме Даса, если уж он захочет это делать, либо на то, чтобы какие-то где-то гроши доставать себе. Всё-таки не тот, это герой, но и тем более это Касвекс, Инвокер, который всё-таки нуждается в хороших шмотках, чтобы быть действительно полезным в своей команде. Да и чего, добьётся Ликан, вот он идёт с линии, Марса оставят на фрифарме, там Марс ему спушит вышку, в миде вышку упадёт за Метеор Хаммер ЛД, снизу там Урса будет давить постоянно, в итоге на отдают товаров. Короче говоря, сложная ситуация, 2-0, 2000 проигрывают. Как-то 2000 действительно на ровном месте, на четвертой минуте это огромное преимущество. И это всего лишь за счёт крипов получилось, именно за счёт разницы мидеров и кэрри команд. Опять же, пятая минута будет в этом плане очень сильно определяющей, потому что выиграть битву ещё раз за баунти руны и увеличить ещё сильнее преимущество. Сейчас посмотрим, чем это закончится, потому что пока вижу то, что есть шанс, что у Силсмы законтролили 2 руны, там очень хорошо окопался уже земель, и вроде как не должен подпустить ВД к этой руне. А вот наверху спор есть некоторый, и может даже как-то получится у Шу переиграть Фли, хотя у Фли есть 3 липа, и его выгнать получится с ближайшей рунки, например. Да, я думаю, что эту руну уже должен... Хотя Марс подтягивает. Да нет, он решил по концу гейминг. Марс очень сильно боится, и Огр пошёл за второй баунти руну. На липах, на липах. Раз, третий ещё можно выдать. А, и так нормально. Да, даже не пришлось суицидиться, так что сейчас может ещё на третьем липе спокойно уйти. На, причём он в боттл... Кстати, нет, подожжёт сейчас Шу, нет, у него хоть маны. Он в боттл, Марс передал ему боттл, он забрал туда баунти руну, и восстановит все хп, ещё и на базу не пойдёт. Вот это очень круто сыграно сейчас. А снизу баунти руна всё-таки забрал у нас земель, насколько я понимаю, да. Да, там не было особо шансов даже потягаться с ним. Сверхбыстрый метеор. Просто посмотри, насколько быстрый. На ещё быстрее, чем в сегодняшней первой игре. Но это потому, что мид всё-таки. Сайберлайз за шесть минут собрал. Здесь у нас аж за пять получилось. Там, по-моему, без тапки, безо всего. Ой, ещё и вайпер сейчас умрёт. Но всё, тут уже под маледиктом. Хотя есть шанс развалить Урсу. Какую красавчику. И Вич-доктора, и хп не дать. Вот это он... Вот это он жёсткий. Он в итоге убивает двоих, и не даёт хп. И нижняя линия прямо очень хорошо себя показала сейчас. Хотели задушить Гадюку, но в итоге Гадюка задушила их. Ну да, это опасность вайпера. Вот ты на него нападаешь, и вроде бы почти убиваешь, но он тоже очень много может тебя нанести своими пассивками, вот этими ядами. Хорошо. Это очень интересно, потому что вайпер сейчас бы установился по хп, как и земель, а нижней линии вообще ничего не получило. Там какие-то крохи за этого вайпера им удалось забрать. Ну вот видим, вайпер сейчас плюс-минус равен вражескому хардлейнеру. Но вот у Марса, если появится быстрый блинк, или юл, или и то, и то, то он может быть неплохим врыватором, который даже осилит саппорта, иной раз может даже инвокера. Все-таки это много дэмажа, если копье плюс щит выдать, и это все подаренку делать, сделать. Интересно, что будет собирать Марс в этой игре. Ну как-то вот в прошлом патче по-разному выходило. Это больше как-то от вкуса того, кто играет, зависит, нежели от какой-то устоявшейся меты. Кому как нравится. Обычно юл хорош, когда тебе нужно каких-то вот героев сложно уловимых. Со скейпом, так вот скажем. Да, эмбера, пака, вот что-то подобное. Шторма. Ну здесь есть смысл. И блинк смотрится очень здорово. Ну знаешь, мне кажется, иной раз Эликонтропа подцепить на Верочку хотелось бы, когда он тут тоже ультимат прожил. Когда он в форме. Ну да, тоже верно. Ну посмотрим сейчас. Пока что видим снова у нас попытка напасть на вайпера. В этот раз удачная. Очень много яда получил Урса. И пока что прожимая стики бежит. И этого хватает для того, чтобы выжить. И сейчас, может, еще шанс будет Земелю забрать. Хотя нет ресурсов по демажу, чтобы... У Земели камень может быть... Ой, Земель сейчас может попробовать выцелить. Камнем попробовать попасть. Далеко. Слишком далеко. Давай. Пошел. Красава, Урса прочитал этот мув. Да. А, вард есть. Не прочитал, а увидел, да. Увидел. Но все равно достойная попытка от Земели. Вайпер удается забрать. Но это Мирана. Все-таки вдвоем видно было, что вдвоем они не забирали. Но вообще интересно то, что сейчас там уже Дискорд практически доварился у Земели. И он усилит этого вайпера. И вайпер будет на коне. Марс пытался улететь за счет арены. Но в итоге и арена потрачена, и колдснеппят его и взрывают. Ликан? Ликан начинает камбетчить. Все-таки у Ликана, вот у него даже если начало провальное, когда он получает свой ультимейт, когда он особенно получает некров, он прям сильно бустится. Рея куда-то полетел. На хосте. Просто выпал ему хостая. Он решил напасть, попытаться на монстра. Но тот успел уйти очень далеко за Т1 тавр. И там уже нет шансов с ним расправиться. И вот пушит, психонечко начинает УД. Там, кстати, его тавр на миде поживает. Он сколько-то раз смог по нему митюрхаммером попасть? Я думаю, да, но стоит в любом случае. Ну, буквально разок максимум. Да, он даже, может быть, ни разу и не кинул в итоге. Но это не так просто, пока инвокер здесь стоит. Потому что торнадо и колдснепп не дают тебе выкинуть митюрхаммер. Фейри стринг, кстати, у инвокера. Ликан теперь уже пошел фармить леса. Но теперь у него уже есть книга. Он может по кулдауну ультимейта выходить и объяснять Марсу, что он очень сильный герой с такими артефактами. А здесь погоня за Урсачом. И что-то Урсач потратил энрейдж уже. И так ему больно, и так ему неприятно. Подтягивается еще инвокер. Урсе лучше умереть просто. Потому что он просто тратит время. Он в любом случае умрет. Но он потратил лишние 15 секунд. При этом то, что он выиграл время у вражеских героев, это вообще не имеет значения. Потому что Вайпер снизу спокойно стоит фармит. Ликан в лесу фармит. А инвокер почти не уходил с мили. Да, видим то, что у Урса какие-то проблемы начались. Хотя идеальная была от него лейнинг стадия. И теперь он что-то начинает поседать потихоньку. Но вот ситуация оказалась, где ему сказали, намекнули, что не стоит фармить так далеко в собственном лесу. Стоит все-таки держаться поближе к вышкам. Да, сложный драфт. Я не представляю, как он без БКБ будет в этой игре жить. Потому что очень много контроля. Очень много замедлений различных. Есть замедления, которые не скидываются даже в ультимейтам, типа Айс Волла. Moonlight Shadow. Через 10 секунд баунти руны будут. Вот ему Вайпер своим ультимейтом тоже подгадит. Но если на инрейдж попадет, то хоть как-то. Так, так, так. Тут инвокер. Инвокер прячется. Но могут его найти. Пошел Маледикт. В итоге Торнадо. ЕМП. Стрела не попадает. Инвокер не забирает баунти руну. Но Ликан тут как тут. Ликан съедает. Мирана делает ТП с хайграунда. Плюс денежка для Ликана. Сейчас он пока что находится в форме. Поэтому по-быстрому побежал на мид. И здесь можно вышку подпушить. Попытаться. Пока он с некрачами. Но он хочет больше зеро за контролем. Он так его гоняет немножко. Он просто показал позицию. Чтобы тут знал свое место. За вышкой. Ну что. И тут видим то, что Ликантропа уже хватает на автора их некрачей. На рецепт. Ой, летит кто-то и видит. Видит это. Поднимают Марс в воздух. Дает ему сайланс. Марс без мана остается здесь. Урсач прыгает. Хорошая стрела в инвокера. Залетает еще и Маледикт. Также большие проблемы будут у Огра. Огра погибнет от Маледикта. Так и есть. Погибает. Забрали при этом Марс. Он успел поставить арену. И поймают здесь Вайпера, который остался. Ну, в итоге Радиант отличную контратаку провели. Великолепно. Да. Видим, Тавр даже не продамаживался существенно. И в итоге забрали троих. И два из них это Коры. Много денег. Вот как раз таки те персонажи, которые начали камбэкать, потеряли. Особенно инвокер. Все-таки он у себя долгое время в топе по Нетверсу находился в команде. А тут такая ситуация неприятная сложилась. И он, кстати, Мидас учит. Можно в ответ Лышку подамажить. Да, Мидас. Интересно. Ну, 5-man Мидас. Ну, тут все-таки довольно жадный пик такой получился. Ему места в Лесу не останется, чтобы шмотки цитовать. Поэтому Мидас это скорее жестокая необходимость. Как же вовремя спрятали Марса. Не выжгли ему ману. Он дает копье. Попадает в инвокера. Но здесь слишком много контроля. И опять Марс погибает. Еще и Саунс на Вич-Доктора подцепили его. Вайпер цепляет. Вич-Доктор все. Закончился Маледикт. Но толком урона нет. Слушай, какая у нас пошла интересная игра. Может, это Южная Америка началась? Внезапная. Знаешь, я бы тебе скажу, что сейчас такая ситуация, что местами Южная Америка и покруче Северной. Ну да. Я скорее про рисунок игры. То есть у нас вот прям такие качели идут. То одни в пятером побегут куда-то явно сильнее. Их встретят с оппонентами. И в итоге все-таки вышка Тир-1 на миде падает у Рейден. Туда и Рана устояла. Ну, они там тоже еще раз буквально Метеор Хаммер кинули. И больше никакого дэмэджа по табору не было. Надо Урсу оставить в покое. Надо придумать где-то ему безопасную зону, где он может наконец-то вынести БФ. И хотя бы с БФом начать фармить. Потому что сейчас он начинает безудерно отставать. Очень много денег внезапно появилось у Суликонтропа. Он быстренько замаксит Некрачи. Или уже замаксит? Так, ну и здесь Метеор Хаммер. Стрела. Попадает в Ликана. Он не прикрыл себя. Ой, как ужасно получилось. Не замикрил. Да, причем он... Я так и не понял. Он не видел Мирану, наверное? Или что? Почему он не смог ничего сделать? Так, монстр не уйдет. Да, на нем виситурно. Поэтому должен догорать. И Фли помогает ему погибнуть. Тем временем видим то, что еще и Шу отвалился. Ну, точно это пошла совсем не североамериканская дота. Ликан в итоге покупает все третьих Некрачей. Все-таки доносит сейчас. Ну, конечно, очень далеко он зашел и очень странно погиб. Интересно, какой был план? Неужели они хотели прям Тир-2 идти пушить на 14-й минуте? В принципе, с третьими Некрами может быть. Такое ощущение, что про Варди скорее и немножечко толкнуть линию. И там он думал, что в случае чего прожмет какой-нибудь шейп-шифт и все. Так, ОУД есть блинк. Но он не реагирует. В итоге получает кучу всего. О, Ликан уже здесь. Надо блинковаться сейчас быстро. Айс-вол? Ну, все равно он под айс-вол попал под дебаф. Это может его заруинить игру. И он успевает улететь. Если не получилось, ему сбить не было. Да, земель без болдера был. Он уже прикатился сюда. В итоге просто на ТП уходит. Ликан бежит дальше за Вич-Доктором. Пошли Каски Маледикт. О, 150 рублей. Извечайшая для Зеро. О, как больно-то. Да, не такие уж и легкие. Не такие уж и бесплатные. Но никого рядом не было. Поэтому спокойно. Как-то уж очень аркадно играют в Айфмен Мидис сейчас. Вот эти вот врывы куда-то. Пока они все это делают, Урс качается. И у Дэза брать не удалось. Да и вообще, неужели они Тир-2 собрались спушить? Это же очень тяжело на такой минуте. Особенно, если соперник будет, ну, хоть как-то дефить. Возможно, они считали, что прошлым файтом, который здесь происходил, в этом лесу, они проучили соперника. И тот больше не сунется в большой лес свой. Ну, а тут, понятное дело, верная смерть для земелья. Хорошо, если это будет один лишь земелья, потому что есть сейчас и Огра. Ну, вот и Огра тоже. На него прям такое ощущение, что хейтит его Вич-Доктор. Вечно именно на него кидает этот Дезвард. Да, ну, а чего бы нет. Забрали одного, забрали второго. Можно подкушать. Да, что-то как-то Дайер теряют потихоньку. Нить игры такое ощущение. Вроде бы ничего особенно Рейдинг не делают. Но, скорее, сами Дайер ошибаются очень сильно своими выходами. В итоге отдают Вышку, отдают пару героев, несколько тысяч преимущества. Пока не критично. Что дальше Ликантроп у нас будет показывать интересного? Тауэр дэмэдж, судя по всему, Кирасу делает. Надо укрепляться, хочет, чтобы Урсу вообще не бил. Но, к сожалению, фактор ОД еще остается. И всем надо думать насчет БКБшек и Ликантропу в первую очередь, мне кажется. Так, Moonlight Shadow. Очень активно начинают играть Рейдинг. Вообще странно, что не торопится у нас БКБшку. Все-таки из арены выбегать хотелось бы, если вдруг попадется. Так, и вот видим то, что как-то уже заминулись у нас соперники. Вроде никого так особо подспечать. Две баунхер уны забирают. И отличный саундс от земель. Великолепная игра от земель. Он, конечно, получает много урона. Тем временем вайпер цепляет ОД или ОД цепляет вайпера. Пытаются забрать вайпера, но в итоге вайпер наносит тонну урона. ОД проблема. Он прячет себя в астрал. Сможет ли блинкануться? Вот в чем вопрос. Нет, не успевает блинкануться. В итоге два в один размен. Размен явно в пользу 5-мен Мидас. Они возвращаются немножко. Успевают улететь отсюда. Хотя Огр уже замахивал со станом. Но урса там, видимо, возвращается к фарму. Практически нет, хотя отказ. Еще и два баунтуса соберет. Да, четыре баунти руны сейчас будут за Black and Yellow. Да, это во многом решает. Вот инвокер, видимо, он достаточно круто провел все-таки лейнинг стадию. У него к 12-й минуте был и Спирит Весел, и два нулика. Прошу себе, Спирит Весел. Просто урнас, два нулика и Мидас. То есть он круто пофармил. И сейчас держится на уровне. И как-то вот начал вайпер все-таки после своего хорошего старта отставать сильно. Да, очень сильно. 4-700, 4-800. Он прям куда-то на уровень Мирана скатился. Хотя у Марса тоже дела не лучше. Да, Мирана хороша, да, а не он плохо. Да, Мирана много имеет Весел. Делает Мекку. Грейв своего тут, слушай, она прям богатенькая. Такой дорогой тапок себе покупать. Ну, действительно богатые. И Грейвзы лишними не будут скидывать там всякую из себя дрянь, которую навешивает соперник. А там много всего, на самом деле, учитывая Ignite Огра. В итоге все-таки очень хотят. Вот постоянно идет давление на эту нижнюю вышку. Шу прячет его. Сейчас будет стрела. Инвокер может попробовать как-то... А, ну Десвард. Я уже забыл, что там, где Огра, там везде Десвард. Да. Ну, вот как-то, видимо, в темноте ночью чекость даже на хайграунде становится слишком опасно. И Варт его прочекал. А тут дефиты, ребятки, собираются. Им же сейчас некрачи и волки могут подснести нормальный тавер. Фортификейшн нажали. Так, ну хорошо, решили отогнать таким образом соперника. И неужели они прямо сейчас пойдут на Рошана? Это довольно нагло с их стороны, потому что могут на них просто нечаянно даже наткнуться по пути. Ну, это классический размен. Нам забирают рано Тир-2, а мы в этот момент выходим на Рошана. Но соперник не забирает Тир-2, соперник бежит. И, ой, сейчас какой прием будет. Это очень жестко. Moonlight Shadow. Видит, что в Moonlight Shadow нужно сейчас просвечивать. Просветка пошла очень хорошая. Пошел Магнетайс великолепный. Там Вичдоктор принимает на себя удар. Метеор Хаммером не попал Реоя. Какая ошибка. В итоге Урс грозет Вайпер. Вайпер-то, конечно, погибнет. Но Урс также огромная проблема. В итоге Урсач склеивается. Это уже минус 3. ОД пытается убежать отсюда. Но Ликан дотягивается замедлением. Он все равно его догонит. Хотя не стал бежать по тавер. Решил, что не будет. Это так агрессивно проворачивать. Ну что ж, наказали их. Вот то, что он не попал Метеор Хаммером, это прям так сильно зарешало сейчас. Могли убить Ликантропа и хоть как-то разменяться. А в итоге забрали только Вайпера, вот этого очень слабенького. Ну, отличный мув от Five Man Midas. Они поняли, что это довольно стандартное решение. Вот так вот пойти на Рошана, когда тебя забирают Т2. И тут же выдвинулись в Рошапе. Ну, интересно то, что у них было довольно много времени, чтобы отступить. И они этого не сделали. То есть не было никого после этого Глифа рядом с Тавером. И они все равно решили, что успеют. Потому что он как-то забратишь шансов. Это ошибка в итоге получается. Ну, понадеялись, возможно, на ошибку именно от соперника. То, что те не подумают, не прочекают, займутся другим чем-то. Не успеют, может. Или подождут, пока Глиф пройдет где-нибудь в лесу в ближайших спотах. Ну, в общем, что-то они там подумали такое. И из-за этого решили не отступать. И это сейчас и маукнулось. Да, хотя преимущество все еще на стороне Рэддиант. Но сейчас много получили. Рошана забрать не смогли, Дайер? Ну, стоит Рошан. Ждем, когда кто-то решит на это. Если и пойдут, у нас 5-мэн-мидос на него. Но только с появлением Керасы у Ликантропа. Так, тут Вичблейд. У, Д. Блинк, Митерхаммер, Вичблейд. Впервые вижу, чтобы его кто-то на прокатке собрал. Не, не, собирают иногда. Да, у нас вот на Инвокере, кстати говоря, был. Ну, такой интересный артефакт, дешевенький. Вайпер, тем временем, цепляет Мирану. Мирану уходит с липа. Вайпер очень неприятный. У него вроде ничего нет. Но он вот Родофата скинул. В тебя немножко поплевал. И ХП уже заканчивается. Ну, в этом и сила Вайпера. Он может быть практически без ничего очень силен в мидгейме. Но при этом в Лейте уже оказаться просто кусочком змей. Которую будет постоянно душить. Ну, не, на шмотках Вайпер все равно сильный. Не в этой игре. Где шмотки взять? Учитывая, что фармит он не очень быстро. Просел довольно сильно. Но посмотрим. Может быть, пару драк там про него забудут. Он где-то под шумок нарежет героев. И поднимет себе немного золота. Бокер БКБ фармит. Лекану нужна Айкираса. И БКБшка ему тоже нужна. Потому что очень много различной магии неприятной. Смоук разбили. В ней вижена. Очень хороший смоук. И еще и волчком сейчас спалили, где находится Марс. И пошли за этим Марсом. Видит Вич Доктора? Видит, что он не в позиции. Марс успевает поставить арену. Ну вот. А вот БКБшку пофармил. Ну да. Здесь очень хорошо Марс дождался в итоге. Попытаются подцепить Вич Доктора в инвизе. Кажется, Вич Доктору там все. Он наигрался. Ставят дезвард. Но ему тут же сбивают этот дезвард. Арены уже нет. Марс вступается за свою команду. Кстати, Марса тут тоже можно родопадать. Он нагло. Что-то он очень нагло пошел сейчас. Но, возможно, надеется на то, что под Т2 вышку не полезут. Погибнет Некриномикон один. И все. На этом заканчивается атака. Но в целом можно сейчас забайтить на Рошана. Вот именно начать его бить и еще одну драку провернуть. Но без шейпшифта не очень хочется драку. Хорошая, логичная драка. На 20-й минуте под баунтируны вышли. Соперник тоже не спал. И вовремя понял, что это выход. Марс успел арену хорошую поставить. Да, вроде как много информации было. Но все зайцы разбежались как-то. И в целом, несмотря на этот выход, несмотря на то, что Вичдоктор погиб, еще тысячу преимуществ заработали Рейдинг за счет того, что Урса продолжает фармить. Там Урсу интересный билл себе выбрал. Просто у него на голое тело считай БКБ. Поверху пишет на БФ. Хочет БКБшку. Но это потому, что без БКБ здесь вообще нереально. Инвокер, Вайпер, Земелья, Огор. Они тебе с места сдвинуться не дадут. А вот с БКБ остановить Урсу нечем. Ну вот Эликантроп принял решение собирать БКБ после того, как закончит дело с Кирасой. Но до Кирасы ему еще пофармить придется довольно прилично. Рецепт дорогой. Плюс он сейчас только добирается до Киперстоуна. Ну что, Рошан-то так и стоит. Борьба за него продолжается. Будь там удачная драка, то помимо, конечно же, Бонтосов и Рошана бы забрали себе 5-мен-мидос. Но не срослось с этим. Поэтому придется еще пофармить, ждать отката с пылов. Каких-то шмоток. Все-таки либо Кираса дождаться, либо... Да больше нечего ждать-то на самом деле. То есть Вайпер пока может и без ничего подраться нормально. А вот Инвокер, ну тоже у него ничего такого прям ультимативного не появится, не считая БКБ. Хотя вот казалось бы, да, есть Урс, есть Ликан, и Рошан падает очень быстро. Но всем страшно заходить в Рошпит. Слишком много всяких с пылов типа Арены, Сэндис Эклипса, Раскаста Инвокера. Нижняя вышка сейчас страдать будет. Все-таки не мгновенно падает. Урси нужно еще на стакость. А вот Ликантропу нужно все же добавить хотя бы какого-то минус армора, чтобы этого добиться эффекта. Так что прям вот так, чтобы отвлечь противника и за секунд 15 снести Рошана, это не выйдет. Больше времени они боятся, что не могут себе позволить. Мог разбили, но могли увидеть краешком. Так, 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 и Форш идет. Форш заходит, видит, очень вовремя зашел сюда Форш Спирит. Видит сейчас Урс, пошел Санстрайк. УД с ДД, но для УД это не лучше. Ой, как неудачно, Вайпера не получилось закинуть на Врошпит. Стрела, но нет, не пойдут. Ну что ж, ультимейт. Очень неудачный, на мой взгляд, ультимейт. В итоге Вайпер нажимает Санстрайк, а здесь уже Ликантроп, земеля. УД прячет себя, ставится арена защитная. Миран выпрыгивает из арены, но Ликан тут как тут. Его Некрачи, при этом отличная микро от Ликан. Он продолжает микрить и сейчас съест Урсу. Да, Урса погибнет. Ну а вот под Алакрити, Некрач, зачем ты забирает его Марс? В итоге Марс погибает после этого, и это уже минус 3. Жадность его сгубила, видимо. Ну, скорее всего, нечаянно просто так получилось. Я думаю, что там такая ситуация, что если не убиваешь Некрача под Алакрити, то он сам тебя убивает, поэтому это безвыходная ситуация. Либо ты его убиваешь и умираешь, либо он тебя просто убивает. Стрела залетает в Ликана, но он живет. Вайпер очень-очень зарешал то, что Марс не попал по Вайперу копьем и не откинул его в Рошпит. Это прям все заруинило, потому что из-за этого Радиант полезли слишком далеко. Так, Мирана, есть еще один лип? Мне эта ситуация с Black and Yellow напоминает почему-то катки с Урсой, ну, где-нибудь 5-6-летней давности. Когда ты собираешься в Ладмирсе, если у тебя к этому моменту не будет уже убит Рошан, то тебя зарепортят все. Ну да, да. И здесь это уже второй раз подряд абсолютно сомнительная попытка выйти в наглую на Рошана, которая заканчивается полным провалом. И вот видим то, что теперь уже полный камбэк осуществили. 5-man midas за счет этого. То есть, фактически, если бы они на этого Рошана и не лезли два раза, возможно, сейчас бы они вели 5 тысяч. Потому что они после первой попытки все еще вели 3 тысячи. И преимущество росло. Но они зашли второй раз, и теперь у соперника их, так сказать, вайперу отдали. Чтобы эта гадюка танчила теперь. Ну да, коррозив скин хорошо работает. Ну тут ликан просто очень мобильный, прочный. Он там постоянно... Он отправляет вперед суммонов. Суммонов огромное количество, если так подумать. Волки не крочи, еще форжи. И все это бьет. Очень больно. Минус вышка. Волк подалакрить. Это страшное существо. Вайпер идет вперед. Сейчас нужно раздевардить здесь. Да, они тут спокойно. Т2 могут позволить себе забрать. И, кажется, Марс подставился. Видим то, что случилось у него. Тут какая-то странная ситуация. Снова около Т2 оказался. И снова его спалили и убили. Ну, в прошлый раз, конечно, у него получилось спастись. Но тут, конечно же... Короче, я объясню, что с ним произошло. Вайпер так действовал, как будто это иллюзии. То есть он взял иллюзии и типа как будто он иллюзии отправил вперед. Потому что летит две вперед иллюзии. Все ничего не делают вообще. Никого не атакуют. Там варды ломают другие герои. А это просто куда-то летит на автомате. И Марс не поверил, что это... Да, забайтился. Да, но это довольно дешевый развод. Нужно, конечно, играть аккуратнее в такой ситуации. Минус Марс, минус Т2. А это уже существенно. Открывает как минимум путь к хайграунду. Хотелось бы, конечно, и на миде забрать Т2 вышку. Но там крипов качественно потолкали Блакон Йеллу. Не будут спешить 5-мен Мидус. Можно телепортнуться, отпушить линии спокойно. Вот так вот продал Кату. Линию толкнул. Нижняя линия пушится. Можно пойти по миду немножко побить. Можно просто пофармить карту. В любом случае сверху Т2 уже нет. Это значит, что можно перехватить аванпост. Это значит, что если что, на хайграунд там можно будет зайти по этому лайну. Ликан что-то дофармливает. Ну и БКБ нужно. И смок-атака важнейшая сейчас. Против Аегиса очень опасный выход. Опять какая-то авантюра от них, если честно. Сейчас на руне будут вайперы ловить, но вайпер играет аккуратно. Да и руна не появилась, то есть никто не забайтился. Пытается перебайтить на Мирану, и тоже никто не ведется на это. Мирана на пути Грейв сам. Уже, скорее всего, остался один только лишь рецепт. И что, теперь обойдут их? Их могут действительно просто обойти? Просто побежали вниз на вышку. Ну, бомбом атаковать решили. Ну что ж, вообще, очень сильно тянет вниз Блэкн Йеллоу сейчас беднейший Марс. То есть мы видим то, что трекора Файклайн Мидас держится очень даже. Огар что-то решил бакануть. Так, и Дезварта не поставить. Очень хороший Сайланс. Минус БКБ, но минус Вич Доктор. Размен пока что равный. Пошел Магнетайз. У Реи под БКБшечкой проблем никаких. Но тут прибегает Ликантроп. У Ликантропа нет БКБ. Нужно дать копье, но как попасть в этого Волка? Он просто делает три круга по арене, цирка, и убегает отсюда. В этот момент Марс в Айсволе застрял и погиб. Ликан возвращается к Миране. Пошел Санстрайк. Ликан убегает на всякий случай, чтобы его не забрали. Правда, нужного Некрача здесь нет, который светит инвиз. И Ликан вынужден убежать. А говорят, Волк в цирке не выступает. Три круга по манежу проделал. Нормально. Вообще интересно на Вайпера было посмотреть. У него под всеми аурами, под всеми бафами был просто дичайший атак спид. И он мгновенно настакивает свой яд. И даже сейчас мы видим под Алакрити. А тогда я на нем и Алакрити-то не висела. Ну, это сила Вайпера на самом деле. То, что он... Вот вроде бы ничего такого, да, ничего нет у него. Но взял себе эту пику, Алакрити на него повесили. И он безопасно ломает здание, даже не подходя к ним. Ему еще помогают самманы. В итоге выигранная драка, сохраненная Егис, минус Тер-2 на миде. Фортификейшн все еще не откатил, поэтому сейчас заберут еще и Тер-2 снизу. Туда инвокер уже направился. И забрал. Все, вышек нет. Отличная реализация времени, которое действует Аегис. Они за все это время снесли 4 вышки. И может даже попытаются на хайграунд зайти. Почему бы и нет. Да, Вайпера только подсветить. Марсу нужно сейчас прыгать за Вайпера и пытаться прибить его. А, тут Кнут еще, кстати говоря. Да, там Кнут, Ладлас, Алакрити. Сейчас Мастер будет прыгать. Миллиард просто бафов, которые помогают. Так, от проблемы некоторые имеются. А может он успеет сейчас потерять Аегис? Хорошо, это будет для него даже приятнее. Ультимативно от Рои немного дэмэджа нанесла. Но очень неудачная позиция теперь будет у Вайпера, который оказывается отрезан от команды и нет возможности задэпать себя. Роя, правда, за это погибнет, скорее всего. И Вичдоктор как-то очень уж далеко вперед пошел. Это становится для него причиной смерти Ли. Ну и нет, пока что живет Грифс и есть, ставится арена, подцепили еще и Ликантропа. Его можно избить, пытается это сделать Урса, и он его может действительно убивать. Ну вот Инвокер улетел и как-то явно перебыковали. Да, байбэк от Марса очень хороший. Вообще Марс круто все сделал в этот раз. Ну и опять шарт на Вичдокторе мы видим. Почти убивают Вичдоктора, он нажимает на свой шарт. И превращает в палку. После этого ставят обычную палку. И в итоге наносят достаточно много урона по Ликантропу. 5200 урона от УД. Да, и даже Марс остался в плюсе после такой драки. Ну, рановато, видимо, решили зайти на ХГ. На самом деле главная ошибка была в том, что они заходили без Ликана. Без Шейпшифта его Ликана на самом-то деле еще. И без Шейпшифта и Ликан в принципе был далеко. То есть они втроем там решили зайти. Их, естественно, за это наказали. Ну что, игра возвращается... Снова к нулевой точке. Да, только вышки спушены в большем количестве у Радиант. Но они теперь все равно могут позволить себе вылезти за пределы базы, пофармить. Они ощутили свою силу и, главное, набрали довольно много денег. То есть теперь у нас слот какой-то может себе купить Урсы и Роя тоже доволен. Он Кирасу решил, кстати, делать. Интересный выбор. Да, для брони какой-то и для скорости атаки. Так, смог? Скорость атаки действительно решает, потому что он с ульты-то мало дэмэджа нанес. Он больше настукал автоатакой. Вы неудачный смог, Ликан в него не попал. Видимо, байт на такого... Да не, я думаю, он просто как-то раны разбили. Про Стофилю, который просто пошел пофармить в вражеский лес. Но я думаю, что действительно на это никто не поведется. Да, и не успели перехватить Аванпост, поэтому ничего с этого не получают. Ну, короче, все получают экспы, все получают по две баунти руны. Все довольны. Ну, конечно, контора спалилась, то, что так быстро захватился Аванпост, значит, там куча людей. Да и никто и не собирался туда идти. Откровенно, нечего там делать в команде Black and Yellow. Так, ну что, пойдут еще раз подпушивать? Да, вообще зачерить до следующего Рошана надо бы. До него не так уж далеко, минута основного времени. И за это время можно просто что-то дофармить. Вот он, Уокер, допустим, сейчас уже в сотке от Аганима. Наверняка какой-то слот уже доваривается и у Ликан тропа очередной. Кстати, интересно, что он себе планирует. Супер Башер. Ну да, БКБ есть. Собственно, БКБ у Ликана, БКБ у земелья. Теперь можно вдвоем нормально врываться. У земелья, это прям FY-стайл. Ну это сильная штука. Здесь ребята ждут Рошана опять, но до него еще минимум 35 секунд. И низ опять толкается. Вот я так понимаю, они будут делать ставку на то, что они постоянно этот низ будут пинчить, 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 там по 2-3 хп снимать вышки. И в какой-то момент, может быть, если соперник отвлечется, его съедят. Да, такое может сработать. Самое главное, слишком много самманов не отдавать при этом. Может, Ликан купит шард, чтобы волчки постоянно пушили? Не хочет он? Попробуем. У него другие планы на те деньги, которые он зарабатывает. Ну вот видим то, что уже почти тысячу отдал Ликан тропу за своих некрономиконов. Не так много, да, совершенно. Я бы сказал, что аккуратно играют. А за волков 612 еще сверху. Ну, тоже нормально в целом. Опять же, вот если говорить о вот этом шарде, то, наверное, в поздней стадии это будет поинтереснее. Ну, кстати, знаешь, суммарно так смотришь на всех самманов, ну, 2000 получается. Это уже на общем преимуществе так как-то сказывается. Ну да. Это почти... Это половина надверсового гормага, который... Надо понимать, что самманы и делают тоже много. Это самманы много героев съели, самманы много вышек посбивали и много экшена, скажем так, создают. Поэтому тут просто сколько самманы отдали денег, можно измерить. А вот сколько они сделали пользы, измерить несколько сложнее. Уже как вот можно измерить полезность волка, который в инвизе разведал, там, сумму к атаку? Лично я отдаю свое почтение миличному некрономикону. Да? Который сбил кучу вардов, развеял кучу инвиза. И нанес кучу демо же с тобой. И кучу урона, действительно. Ну, в общем, ждем следующего Рошана. За него будет ожесточенная битва. Возможно, Black and Yellow просто сразу заломится в пятером, как они это любят делать. Так, Марс. Есть блин. Что-то как-то вообще он не испугался. Спастивничал, да. Некра, Некра хочет забрать Некра. Пошел катаклизм в Марса. Марса стирает, у него, кстати, байбека нет. Урса пытается там драться. Вичдоктор ставит дезвард, но получает отличный стан. Великолепная игра от Огра. Лекан просто взорвался. Он был, его не стало. С ним справился Урса. Дальше нападение можно продолжить. Но вот немного ЕМП попортило планы Рои, который хотел ворваться. Не дали ему подойти достаточно быстро. А Лекан ПКБ, что ли, не нажал какую-то стрелу получил? Чего он там? Не знаю. Такое ощущение, что в него какой-то бёрст в один момент влетел. Возможно, действительно стрела была. Я думаю, что действительно стрела. Потому что за пять секунд или даже за три его Урса может вполне развалить. И вот он Рошан. Вовремя умер Лекантроп. Вовремя для команды Black and Yellow. Теперь они могут действительно забрать Рошана абсолютно безопасно. Первый раз для них точно шансовый выход на Рошана. И всё потраченный катаклизм, и всё, и всё. И выходят сейчас Вичтокер, просто жертвуют собой скорее. Хотя вот его подцеймливают даже. Может быть сейчас... Да, это траванёс, наверное. А, нет, у него... Его захилили все, кто только можно. Вуду Ресторейшн сам нажал. И ещё помимо этого Грифсы прилетели от Мирана. Ну вот так вот четыре тысячи за Black and Yellow. Так, ну вернулись к тому, с чего мы начинали, когда первый раз заходили на Рошана в Black and Yellow. Да, только это четыре тысячи уже на тридцать пятой минуте. Это уже не так чувствуется. И сейчас уже очень сильно зависимо от своих линий становится Рейдин. Потому что Дайр будет постоянно всё толкать своими саммонами со всех сторон. Инвокер будет бегать, кидать Метеорб минус пачка. Вызвал Форжей минус вторая пачка. Ну, конечно, по боевым характеристикам Урса сейчас Ликана съедает очень легко. Ликану вообще нельзя показываться. Только там нажать куда-то БКБ, чтобы его магии не продамаживали. Пытаться потом отбежать от этого Урсача. Грызть кого угодно, кроме Урсача. Видим то, что между собой весь фарм у Сил Света делят в первую и вторую позиции. Решили вообще оставить на призвол судьбы Марса, который просто не зарабатывает денег. У него нет возможности. Всё, пылесосит. Но он так играет. Он, в принципе, ставит арену, кидает копьё. Как-то сам потанковал, просто пожил, как в последней драке. Он, в принципе, на себя всех и вытянул. То есть он приманка просто, не более того. Да, даже не столько имеет значение его арена, которая не становится препятствием для соперников, у которых есть БКБ, а вот кого-то пригвоздить, блинка, и всё. Ну, всё, Ликан уже понял, что макро-дота пошла. Сейчас вот Эбби солдокопит и будет на шар ткопить. Посмотрим, будут выкручиваться за счёт сплитпуша. И он единственный, кто может себе это позволить. Возможно, ещё инвокеры имеют право побегать. Но остальные будут более прямолинейно действовать. Ликан на разведке там, своими волчками. Увидел соперника. Они ещё не добежали. Не-не-не, там были волки, он вызвал новых, он увидел. И из-за этого, видимо, Мирана с Урсой вышли. Ну, потому что они тоже видели этих волков. Умирана Гем. Урсом, вгрызается вайпера. Пошёл катаклизм. Кстати, хороший катаклизм. Ну, нет, только по Урсу попал. Урсу нестинащую силу, да. Видим то, что Огрмаг погибает. Пригвоздили ещё и вайперы. Его тоже сметут. И это лёгкая Т2-вышка. Возможно, даже можно зайти на хайграунд и развести противника на байбеке. Да, Урса прям что-то вообще... Жирный такой. Ворвался с ноги вайпера, Огрмага, уничтожил их. Фортификейшн тратит сейчас дайрд. Ой, я не знаю, даже на самом деле. Минус земелья. На ровном месте. Как-то не ожидали. И сейчас начнут ломать. Но снизу-то заходят тоже ребятки. Огр байбекается. Ему бы заранее байбекнуться. Повесить Бладлас на вышку было очень неплохо. Ой, как много здесь. А фортификейшн-то нет. Тир-3 отдадут. Возможно, Дезвард поставить сейчас тогда уж. Так он уже не будет бить ни по кому. Ну, а уже отошли все? Да, он только сам остались. И в итоге минус Тир-3. И непонятно, что с этим делать. Но Урса очень жёстко вырезает. И сейчас минус Лекандует. Если зацепит, не зацепили. Он уходит просто в туман. Если найдёт его в лесах. Не нашёл так быстро, как хотелось бы. Поэтому сейчас может ещё и Лекантроп сам убивать. Хотя его прячут. И проблемы некоторые были у инвокера. Он отходит подальше, нажимает БКБ. Блинная для Канта 2. Всё равно на хай-граунде ничего не снесли Блокон Йеллу. Да. Да, не снесли ничего на хай-граунде. Сами при этом лишились Тир-3 вышки. Но вот нижнюю линию... Я думаю, Лекану нужно покупать... А, он уже купил. Он уже купил себе шард. И теперь проблема от пуша стоит ещё более острая. Потому что в лоб выиграть очень тяжело. Более того, сейчас Урса одним хорошим прыжком может создать крайне неприятную ситуацию для своих оппонентов. Лекан. Ой, сейчас не крайне успевает подсветить вард здесь. Земель закатывается. Урса прыгает. Видит Лекана. Лекана нужно как-то спасать. Лекан получает кучу урона. Успевает нажать БКБ, но нет ульта. Пытается убежать, но нет. Его сейчас доест Вич-Доктор, потому что там ещё Маледикт. В Тойке Лекан погибает. 75 секунд. Погибает также Земель. Вич-Доктор продолжает жить, но его всё-таки доедают магнетайзом, волками и всем, чем только можно. Байбэков нет. Но и крипов рядом с хайграундом нету, поэтому скорее пойдут уж по нижней линии. Да, и волки, волки пушат. Да, вот начинается этот крипскиппинг противный. То есть нужно провожать одну пачку за собой через полкарты, что сказывается на таких моментах. И сверху, и сверху волки из шарда подъедают. Всё, теперь линия будет постоянно пушиться в сторону базы Рэддин. Нужно как-то решать этот вопрос. Огр сейчас бафает вышку. Мидасик решил на старости лет собрать. Самое время. Ну, никто мультикаст не отменял. Ултерейный билет всегда. Будет прыгать вперёд? А, нет, он идёт на топ. Он просто уворачивается от всего. В итоге минус СР3. Минус бараки. И теперь не будет такой ответочки мощной от Ликантроба, как в прошлый раз. Потому что он мёртв, и его не будет ещё в ближайшие 20 секунд. Проблемы со звуком. Сопунт. Сопунт. По меркам Америки сейчас не позднее время. Так что сейчас... Да у нас тоже не особо. Ну, я бы сказала, что у нас раннее время, да? Да, у нас... Добрым утром всем, кто включил трансляцию. С утра пораньше. И всё ещё здравствуйте тем, кто не ложился. Вот он, Огр. Не смог он отстоять свою вышку. Плодласт уже особо не помогает в такой ситуации. Да, интересно, как будет без стороны играть, учитывая, что волки Ликана явно не справятся с суперкрипами. Возвращаются у нас ребятки. Звук починился. Суперкрипы по одной линии, которую не так уж и тяжело дефать, как-то по сайдам-то линиям сложнее, это становится... Преимущество очень большое уже, 14 тысяч. Ну, закончился Аегис. Тоже вопрос одного какого-то файта. Самое лучшее, что хотелось бы здесь устроить команде Five-Man Midas, это пережить Аегис. Просто как-то, не знаю, раскатить его, что ли. Не пья слишком много. Всё уже пережили. А, да, только что пропал. Только что пропал. Всё, я засыпаю. Сверху линия подпушилась, но там, так, там один волчок. Вряд ли он сделает много проблем. Хотят перехватить аванпост дайер свой собственный для того, чтобы лишить экспы оппонента. Ну или как минимум гарантировать себе. Интересно, что Урса не стал брать... Да у них есть аванпост внизу, так что гарантируется. Хотя за 40 секунд могут перехватить. Да, вот о том-то и речь, что соперник может успеть перехватить. По-хорошему уже бы бежать. Ну нет, не хотят. Плевать не хотели. Вообще, да, наверное, правильно. Так, Урса прыгает, начинает грызть инвокера. Инвокер под хексом, инвокера стирают. Байбэк у него, конечно, есть. Но стрела залетает в огра. И копьё залетает в огра. В огра вряд ли. Он есть, конечно, слишком беден для такого. Пытается снова ли контропа толкнуть линию, но там уже есть на страже вич золкта, который не даст ему так просто подойти. Или даст. Что-то он там тусуется в интересных местах. Что-то там блинканулся куда-то за спину. Ликану. Ликан нажимает блокинг бар. У-у-у, как грязно. И убегает. Там, видимо, ещё блинк не готов у Урса. Хотя он, возможно, с блинка и ворвался. Он, скорее всего, ворвался с блинка. Ну, Ликан в итоге убежал. Да, здесь, конечно, немножко упустили его. Но ничего страшного, потому что, опять же, всё ближе, ближе, ближе у нас рейдинг к тому, чтобы сломать вторую сторону. Вот сейчас пойдут по топу. И нужно... Вообще в такой ситуации, ну, конечно, сложно на это решиться, но инвокеру бы, наверное, нажать байбэк и прям уже куда-то идти скипать. Так. Волчок там встречает пачку. Один героический. Ну, вот он пытается скипать, но один в поле не воин. Волчок пал. Но пока Ликантроп жива надежда. Да нет, что-то у них ничего не получается. Они просто не припевают Урсу, у него 3000 хп. Что они с ними сделают? Да. И не получается никакие линии отпушить, ничего. Их просто месят на базе. И сейчас все три линии запушены. Это ужасная ситуация. Потому что Багдор защита будет наверняка снята. Ничего нигде сломать не получится. Может быть, лететь на аванпост на вражеский, просто пытаться через Багдор защиту, но нет. Хотя вот Ликан, видимо, попытается. Потому что взял дезолятор. Лети. Видимо, по Ликанам Нигмы решил действовать. Просто трон снести. Он бежит пешком. Ну, а почему бы нет, в принципе? Три вышки нету, это открывает дорогу к трону. Это очень интересно. Но для того, чтобы такое случилось, нужно было бы все-таки иметь больше себя одного, идущим на трон. И желательно у себя все же иметь травела. Да. Да нет, если бы хотел так сделать, он бы полетел на аванпост и уже был бы на вражеской базе. Но опять же, Багдор защиту. Но он готовит почву для такой стратегии. Ну да. Просто взять и забукторить трон. Так, вот его волки прибегают. Вызванные. Сделал вид, что он пришел с этой линии. То есть там где-то позади этой линии находится. Но это не так. Там один Крип все-таки умудрился ускользнуть, и он разведывает дорогу дальше. Ну что, Рошан у нас будет через полминуты, и там уже посмотрим, какая плюшка с него выпадет. А, нет, это второй Рошан. Это будет второй Рошан, по-моему. Нет, третий. Первый раз Вайпер забирал, да. Второго Радиант. Значит, еще может какой-то аганимчик нарисуется, тоже будет приятно. Или рефрешер еще приятнее. Так, вот сейчас как раз-таки появляется Рошан, и как раз-таки Лекан толкнул бот. Он имеет шанс доломать либо линию, либо Т4 вышки. Скорее выгоднее ломать Т4 вышки. Сейчас уже. То есть, к черту эти бараки. А вот и киндер-сюрприз принес нам аганим. Так, так, так. Опять волки продолжают. Сколько они тут уже попили крови? Это что-то эти крепости не кончаются, не кончаются. За все это время не сдвинулся с места Лекантропа. Но очень далеко, потому что была пропушена линия, и фактически ждали, когда придет эта пачка. Тут еще иллюзии Урсы, которые очень прочные. А Урсу вот уже забрал. Очень долго все делали. Ни на миллиметр не приблизился к таворам, и при этом уже успел потерять Рошана от Лекантропа. Жесть, там Урсы просто не могут иллюзии запинать. Лекан сам при этом палиться не может, что он там находится снизу. Так, ну линию он толкнул знатность. Там сейчас гигантская пачка, потому что все это копилось, копилось, копилось. И сейчас вопрос только в том, что... Она, мне кажется, доползет медленнее, чем трон упадет у них самих. Ставят у нас. Ой, Хекс пошел на инвокера. А диск работает. Так, пошел-пошел Лекан. Лекан вызывает все. Пошла полная... Пошел полный пуш Вайпера. Интересно, что по байбекам у тех, кто остался на хайграунде. Да, вот это, конечно, очень рисковый сейчас для Black and Yellow move. Лекан заходит. Лекан съест линию очень быстро. Пошел фортификейшн. Причем вышка под Бладластом накидывает очень неплохо. Да, и надо кому-то возвращаться. Минус Аегис. Никто не пошел себе на базу, но при этом отступил Лекантроп. Недалеко отступил, чекает, как-то что-то происходит. Это уже минус Аегис, и можно продолжать эту драку. И она может быть очень успешна для Файпен Мидаса. Очень многое уже потерял зеро. ОД. ОД очень битый. ОД в итоге с ультимейта забирает все-таки Лекантропа, но Лекан успел съесть один барак. Байбэк от Вич-Доктора. Такое ощущение, что за эти 80 секунд может и пострадать. Но видим зеро. Он отлично сейчас поставил арену. Два их можно забирать за ее время. И помимо этого еще попался земель, у которого байбэк также имеется. Божественная игра какая-то от Марса и Вич-Доктора. Идеальные каски залетели. Сейчас нужно будет всем выкупаться. Да, рейнджовый барак, конечно, не проблема. Нужно просто доломать эту сторону и закончить игру сейчас. Потому что затягивать эту мерзкую игру совсем не хочется. Или даже Эншент пойти забрать. Просто каким-то мелким хулиганством занимает Лекантроп по меркам того, что сейчас Black and Yellow делают. Ну да, казалось бы, барак он снес, но глобально это ничего не изменило. Для них они могут продолжить и закончить игру, если те, кто выкупился, умрут здесь и сейчас. А без Лекантропа есть шанс умереть довольно судьбой. На Вайпера. Ну, Вайпер живет. Просто ломают бараки. 28 секунд. Лекана не будет. Колд снэп. 3000 хп. Вы же жирный медведь. Очень хорошо сейчас его спрятали от катаклизма. Ну, он может сейчас боковую жку нажать и ворваться в обратку. Ну, в принципе, сторона сломана, можно отойти. ОД. Лучше отходить, но если и отходить, то недалеко, чтобы зажимать соперника на хайграунде, не давать возможности ему контратаковать и сделать мегакрипов, видимо, хотят они. Вот и реснулся Лекантроп. Надо бы подраться. Это последний шанс команды Фейкман Мидос. Лекан ультует. Марс. Стрела. Будет ли копье? Копья пока что нет. Айандиск. Ну, в Айандиск выкинуто копье. В итоге съедают Мира. Но пока что минус Вайпер. У Вайпера есть байбэ. Курсы грозят бараки. Просто грозят бараки. Пока медленно, но верно, Лекан справляется с Марсом. Вещдок-то ставит Десвард. Но тут же этот Десвард сбивают. Должен остаться у него шарт. Кидает каски. Сейчас убьет Некрача. Убивает Некрача, но сам находится в форме Десварда. Поэтому не получает урона. Правда, все равно здесь съедает. Марс байбэкается. Есть некоторые проблемы у Урса. Вернее, могут быть. Урса блинкуется. ОД прячет себя. Он не имел шаг. Ага. Урса там доедает. Пытается доесть бараки. Но мультикаст великолепно работает. Урса не может доесть эту сторону. В итоге Урса тоже забирают. Жесть. Я уже похоронила ОД. Он все-таки сделал блинкаут. Хоть его окружили там все и вся. Но тайминги сбить не получилось. И Урса спас тем, что он пошел в бараки. И бараки очень не хотелось отдавать в этот момент. Но сейчас будут разводить на байбэки идти. Потому что могут попробовать это сделать. Да, у самих байбэков выбили достаточно. Остался только один Ликантроп, у которого, видимо, в процессе файта он появился. И Ликан решил пойти в Абанк. У него планы на рапиру имеются. Ну, с рапирой вообще я уже поверю в то, что он может съесть Эншинт со своими самонами, с Дезолятором и Кирасой. Да, вот как раз таки так это Энигма и делала два раза, насколько я помню. Они брали Дезолятор, брали рапиру. И действительно, тогда уж тронбогдорился неплохо. И Т4 вышки вместе с Эдикой. Плюс Огр взял талант на Бладласт. И скорость атаки прям серьезно возрастает. Да, он как раз таки может быть проводником к базе противника в ситуации, когда их самих на базе убивают. Самое главное, чтобы остальных ресурсов хватило, чтобы сдержать соперника. А Лакрити, вот этот Бладласт, Кнут, Эликан с рапирой за 2 секунды ломает вообще все, что только можно. Но, конечно, этому всему очень сильно могут помешать оппоненты. Которые все-таки есть на этой карте. Да, даже байбеки выбить не получилось, потому что не смогли дойти до базы, толкнули топ. Бот пушится сам по себе неплохо, но мид тоже нужно как-то толкать. Ну, бот тоже нужно ему помогать, потому что нет уже тавера, и толкать линию придется. ТДшечка. Лизианец Кей попадает. Ликану, ну, конечно, не супер красивый предмет, посмотрим, что еще будет. Пока он фликер взял. Я думаю, какому-то Огру можно взять, или тому же земелье просто для того, чтобы... Тыщенка осталась. Тыщенка всего лишь осталась до рапира. Даже не знаю. Прям с точки зрения боевых характеристик, релику инвокера, вот это тоже очень сильно. Если попадет катаклизмом, может взорвать вражескую команду. Но как зафиксировать, непонятно, особенно учитывая, что там УД есть, который всех зафиксированных героев может подспрятать. Так, пошел-пошел Ликан, вызвал свою армию, продолжает давить нижнюю линию, плюс волки еще спамятся на лайнах за счет шарда. Главное не умереть и действовать аккуратно. У него нету байбэка. А потом у него будут рапиры, и нужно будет действовать втрое аккуратно. Он единственный, от кого можно ожидать победы на этой карте. Он тот фактор, из-за которого может случиться победа, по сути, без камбэка. Как же много волков на карте сейчас будет. Они крачи, он экономит. Явно, в случае чего, сматывать у дочки собирается. Жалко, что все-таки нет у него травелов, он не сможет претепешиться на самую запушенную линию и оттуда танцевать. Да, сейчас бы травола неплохо мог бы зарешать. О, он пошел на топ, пошел на топ. Сейчас возьмет, возможно, пофармит немножко, возьмет рапиру. Но рапиру далековато еще, мне кажется. Тут он из этой тройки не вынесет себе столько денег. Он, скорее, крипскипить будет, но это не та линия, по которой это стоит делать. Не знаю, только ощущение, что он хочет очень сильно что-то продать. Возможно, Дизоль продаст и купит рапиру что-то. Кейп Вайпера сейчас очень хорошо работает, выманивает Урсу. Он идет, он идет, Лекан-то идет. Он купил рапиру? Я не видела, вот купил. Да, он купил рапиру, собрал ее. И сейчас пойдет в атаку, Урсу прыгает, Урсу задерживает. Все, Лекану нужно бежать и прям, да, он включает свой ультимейт, пошел. И нужно сейчас просто задерживать здесь, не позволять степешиться никому. Они сейчас увидят это. Багдор зашвитно. Да, слабоватенько, Марс, начинается драка. Здесь ответное, фортификейшн используют. Лекан побежал куда-то вниз, всех самонов растерял уже. Огр погиб, Вайпер погиб, без байбека. Закатывается земель, у него есть БКБ, но как же сильно его прошибают. В итоге он пытается уйти отсюда. Нет, земель не уходит, Лекан. Лекан, знаешь, он мне напомнил такую собаку-дворняжку, которая бегает за каждой мимо проезжающей машиной и лает на ней. Он что-то там побегал за курьером, в итоге его так и не забрал. Подумал барак побить, в итоге отказался от этой мысли. Он, видимо, дизолятор продал, я думаю, из-за этого у него дома же не хватает. Можно посмотреть на его предметы, все-таки интересно, в силу чего он купил эту рапину. То ли сапог, то ли дизоль. Ну, короче, смотрелось жалко вот эта попытка, особенно учитывая фортификейшн, который включается минус все самоны моментально. И без самонов уже никак. Ну что ж, все-таки Блэк и Йеллоу, они изначально были фаворитами, хотя и чуть-чуть. И в итоге так и получилось. Первую игру они проиграли, но потом вторую в упорной борьбе вытащили, третью. Не сказать, что прям легко, но все-таки так потихоньку, потихоньку, потихоньку они довели до победы. И по большому счету все проблемы, которые у них возникли, возникли только по их вот этому какому-то стремлению забрать Рошана. Непонятному совершенно. Первые два раза. Да, и они просто продлили игру, которую могли выиграть гораздо легче и гораздо быстрее. Так что карта получилась интересной, но студия аналитики у нас поговорит об этом подробнее. Да, спасибо. Вова, Майлшторм, Даша и Ритель, друзья, для вас комментировали сегодня. Две Best of 3 серии, которые подошли к концу, но надо разобраться, что к чему. По крайней мере на последней карте, как и на предыдущей, надо сказать, есть о чем поговорить. Благо команды нас все-таки побаловали под конец дня. Мы как раз в самых подходящих кондициях для того, чтобы развернуто высказывать мысли о произошедшем. Так и есть. Так и есть, да. Но делать мы этого, конечно, не будем. Я думал, получше все-таки лайны простоят, что вайпер как раз-таки все сперет. Ну, вообще, в принципе, все лайны, потому что от этого нужно было отталкиваться. У тебя Урса вышел с лайна, там, чуть ли не на тысячу выше, чем этот вайпер. У тебя там у волка, ну, типа, все хорошо, но волк, опять же, это герой, мы все знаем, герой определенной стадии игры. Если у тебя не получается закрыть с этим волком, то все, как бы на этом все заканчивается. А потом Урса его там просто стирал за один оверпавр. Да, вначале был такой, что три топовых нетерса за Радиент. Причем там существенное требло. У Дэй переставил инвокера, снизу медведь очень хорошо себя чувствовал против вайпера, и на стороне Лени Марсевич тоже как-то. Что-то частенько мы за сегодня такую ситуацию видим. Когда одна из команд вот так ведет, куры все в топе, а потом мы наблюдаем игру, в которой преимущества по деньгам нет, равный счет, и все идет к 60-й минуте. Вот это ключевая драка была, которую мы только что посмотрели в хайлайтах. Ну, она прям вот как раз, когда объединились у нас с Дайр, да, пошли, все, все сместились на этот центр. Плохая, просто отвратительная позиционка была. Пословили эти Каскевич-доктор, от этого как раз начали отталкиваться ребята из Блоканьеллу, и все. После этого, если у тебя не получается вот эта ранняя стадия пуши, ты должен чисто ее провести, да, хотя бы по Тир-1 ТВ-рам. Ладно, Тир-2, там это уже посложнее будет, именно по Тир-1. Если тебя отпушивают на Тир-1 с твоим Волком, то, как бы, игра уже идет, как бы, не в то русло, которое ты хочешь. И тут уже Ирошаны пошли, вот как раз Урсы после проигранных драк и так далее. Да, еще более-менее, потому что Мишка не успел собрать БКБ, а здесь БКБ критичный. Если Мишка покупает БКБ, Вайпер не опасен. Инвокер тоже улыбается ему. Угрмак со своими... Мультикастами. Мультикастами не работает, да, и земель не очень хорошо там может. И получается, единственный боец против Мишки остается Ликантроп, у которого там не пошло. В итоге Мишка с Блокинг Баром он хавает Ликантроп, и вот до этого момента желательно набрать хоть какое-то преимущество. Ну, хоть немножечко, там, хотя бы пять тысяч на команду, там, три, да что угодно. А его по факту не было. Ну, зато потом... Да. Ну, а потом все, дальше просто начались танцы вокруг Рошана, и здесь уже большинство вопросов, а кто лучше начнет драку. Тут, например, Мишка уже битый, ему не очень комфортно. Да, у него БКБ есть, но он на пол столба не очень хочет рваться. ОД это чем-то влетело, я не понял, то есть стоит Вайпер, у него там еще этот Кардзив Хейс, у него хороший магический ревист, он выдал весь рассказ. В общем, здесь уже драка пошла криво. Вайпер славил пятисекундочку, да, и если бы ОД влетел бы прям сразу бы после стрелы, вот, он как бы в раздуме... Он под конец уже. Да, он под конец стрелы влетел. Да, он убил бы его, это Вайпера, как бы, если бы драка началась, было бы все идеально для Блокенгелу. Но он под конец летел, когда уже Вайпер уходил из стана, он просто прожимает соло ринг, дает себе там нормальное хп, и как бы на этом все заканчивается, да, и драка уже не в твою пользу идет. Поэтому, да, такие жесткие качели были, но все равно, если ты берешь такой пик, ты должен все-таки отталкиваться от лайнов и, ну, пытаться как-то доминировать. Мы прекрасно знаем, как Вайперы, да, стоят в этих оффлайнах, как они хорошо доминируют при помощи сильной четверки, спирит сильной четверки, да, и реально загонять. Он против миличника не стоял. Да, против миличника, ну, вещдоктор, да, лайн тоже сильный, вещдоктор Урса, опять же, ты все равно, у тебя лайн посильнее, у тебя замедление, большое количество, у тебя эти камни, да, которым ты можешь и отталкивать, и станет, там, и замедлять, и так далее, можешь все делать. Как бы не должен Урса так тебя перестаивать на этом лайне. Да, ну вот, умудрялись Black and Yellow даже при таком большом преимуществе. Да, ну, а дальше уже просто, ребята, потихонечку сноуболятся, 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 у них уже 25к, здорово, говорят, там. Ну, в такой минуте, да, уже доиграть оставалось, прошу. Ну, и, не знаю, это по поводу сигнатурного инвокера. Ну, слабенько, да, что-то линию он проиграл, ну, импакт он был, но небольшой, это не тот инвокер у нашей мечты, который прям развалил. Пух и прах без шансов. Есть мощные инвокеры даже в матчмейкинге на средних ММРах. Я с автором этого сообщения из чата поговорил, он мне сказал, что бы вы там без меня делали, откуда бы вы эту информацию взяли, а в итоге... Это, по ходу, да. Да. Ну что, Black and Yellow выходят на победную для себя. Бристалбэком с Врейс Кингом все и закончилось для Файфмен Мидосов. Да и хорошо. Новый Метал ДНФП. Да, да. Получили мы три, поскольку там 40 минут где-то. Не дотянули немножечко, но пойдет. В принципе, ожидаемо. Порядочно, конечно. Вот он, Волк этот, какая беспомощная попытка в конце была. Нет, не работает вообще. Абсолютно. Да. Он так неуверенно, что-то там с Волками, купил эту рапиру, подошел к лавке. Короче, сносит быстро товара, это медведь с аганим. Вот когда если у него будут такие же артефакты, у него будет Терапирос, Дезолятор, Кераса. Он Некра, и он просто у Монет придет, он тебе за 3-4 удара будет его рассчитать. Да. И даже если рубается антибэкдор защита, он все равно убивает в бараке. Пока Глик спасает. А Волк не, он не сносит так быстро. Да, и вот мы в этом очередной раз убедились. ОД 10-2-14. Действительно будет, видимо, герой фестпик. Ну, в этой команде. А может быть и в регионе, в принципе. Все может быть, Дмитрий. Вполне. Вполне. Марс. Вроде так уважают его, банят, пикают. Против Ликанта он очень хороший герой. Они, в принципе, уважаемо сыграли. Посмотри на них. По всей статье, плюс-минус ровник. Ну, Вайпер, да, он просто из-за этих луж, Нейзер Токсиновских. И пассивки свои, он чуть-чуть больше дэмэджа по героям нанес. А так они вровень вообще идут по всей статье. В общем, оба молодцы. Но Марс, на самом деле, больше импакта внес в драках. Потому что и хорошие копья залетали, и арены там сейвовые были. В общем, и втанковал он больше. Вайпер все-таки по цели бьет. А Марс станы делает, самое главное. Да. Нужный момент. Дайнги и Black and Yellow по итогам второго дня Северной Америки забирают свои очки. А я напомню, что командам, которые хотят претендовать на участие в, получается, на мажоре, им надо первые два места в Северной Америке занимать. Поэтому борьба продолжится, и будет она нешуточной. Всем спокойной ночи. И вам, дорогие друзья. Дима, Light of Heaven, Сережа Смайл. Меня зовут Дима, not in my house. С вами была студия Руха. Продолжаем смотреть DPC сезон, но уже в следующий эфирный день.